У вишни желтеют и опадают листья. Расскажем, почему это происходит. Рассмотрим хлороз, малополива, подмерзание, не подкормили или перепады температуры, которые подействовали. Внимательно всмотритесь в пораженные листья. Какие они? Если просто желтые, без пятен, дырочек, закрученных частей, с равномерным распределением желтизны по листовой пластине, то дело точно не в болезнях. Самое меньшее из всех зол, что могут приключиться с вишней, это простое нарушение ухода. Почему у вишни желтеют и опадают листья? Хлороз, мало воды, подмерзание, не подкормили, перепады температур. Хлороз листьев на вишне – это заболевание, связанное с дисбалансом питательных веществ почвенной смеси, часто с железом, а также использованием воды с тяжелыми примесями. В результате нарушается выработка хлорофила, поэтому окрас под воздействием нарушений изменяется. Поскольку корневая система – это сердце или насос для всего дерева вишни, то следить в первую очередь нужно за ее состоянием. Зимой укрывайте корни, чтобы не подмерзали, весной и летом вносите удобрения и не забывайте о своевременном поливе. Проблемы с поливом вишни в саду. Начинаются в конце весны или летом. Влажный воздух, повышенная температура, обильные полив превращаются в одну проблему. Худшее, что может случиться с деревом – начнется грибковое заболевание. Контролируйте объем воды, ориентируйтесь на погодные условия и объем посадок на неделю. Рыхлите землю, чтобы вода быстрее попадала к корневой системе и насыщала ее влагой. Не дожидайтесь, пока земля покроется коркой или потрескается, как губы у человека, бродившего по пустыне. Подлейте воду вокруг посадочной лунки, и вишня будет рада. Состав почвенной смеси для вишни играет огромную роль. Ощелачивание участка для вишни – плохой знак, так как железо моментально исключается из общего списка усваиваемых веществ. Как мы помним, элемент нужен для предупреждения хлороза. Как только почва прогреется, вносите комплексные минеральные удобрения. Не лишним будет органик от распускания почек. Желтеют листья часто из-за недостатка азота, но с ним нужно быть осторожным в период цветения и плодоношения. Элемент приостанавливает эти процессы. Перепады температур могут случиться в любом сезоне, будь то весна, лето или, по прогнозам, теплая осень. Погода непредсказуема. При дисбалансе веществ почвы и наличии малейшего отклонения от сбалансированного ухода, перепад температур ударяет по состоянию вишни и начинаются проблемы. Что делать, если желтеют, а падает листья у вишни? Поочередно исключить проблемы. Выбирать сорта вишни, адаптированные к погоде в вашем регионе. Мороз устойчивый, устойчивый к болезням и вредителям. Проводить ежегодную профилактику. Обрезка или обработка дерева. Не высаживать на подтапливаемых участках. А если проглядели, делать водоотводные каналы. Чаще рыхлить почву, поливать умеренно, но регулярно, вносить удобрения. Регулировать удобрения по назначению, сезону и состоянию дерева. Чаще вносить в залу минеральные комплексы с акцентом на суперфосфате и калии для выработки противодействия болезням. Пишите в комментариях, почему ваши вишни желтели и опадали листья. Подписывайтесь на канал СНЕЧИ.Инфо и не забывайте читать ответы других циталодов. СНЕЧИ.Инфо и не забывайте читать ответы других циталодов.